Лед. Вода в твердом агрегатном состоянии. Льдом иногда называют некоторые вещества в твердом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре. В частности, сухой лед, аммиачный лед или метановый лед. Основные свойства водяного льда. В настоящее время известны три аморфных разновидностей и 17 кристаллических модификаций льда. Фазовая диаграмма на рисунке показывает, при каких температурах и давлениях существуют некоторые из этих модификаций. Более полное описание смотрите далее. В природных условиях Земли вода образует кристаллы одной кристаллической модификации, гексагональной сингонии. Лед 1Н. Во льду 1Н каждая молекула H2O окружена четырьмя ближайшими к ней молекулами, находящимися на одинаковых расстояниях от нее, равных 2,76 ангстриума и размещенных в вершинах правильного тетраэдра. Ажурная кристаллическая структура такого льда приводит к тому, что его плотность равная 916,7 кг на кубический метр при 0 градусах Цельсия, меньше плотности воды 999,8 кг на кубический метр в той же температуре. Поэтому вода, превращаясь в лед, увеличивает свой объем примерно на 9%. Лед, будучи легче жидкой воды, образуется на поверхности водоема, что препятствует дальнейшему замерзанию воды. Высокая удельная теплота плавления льда равная 330 кДж на кг. Для сравнения, удельная теплота плавления железа равна 270 кДж на кг. Служит фазовым фактором в обороте тепла на Земле. Так, чтобы растопить 1 кг льда или снега, нужно столько же тепла, сколько требуется, чтобы нагреть литр воды на 80 градусов Цельсия. Лед встречается в природе в виде собственного льда, материкового, плавающего, подземного, а также в виде снега, иния и изморозья. Под действием собственного веса лед приобретает пластические свойства и текучесть. Природный лед обычно значительно чище, чем вода, так как при кристаллизации воды в первую очередь в решетку встают молекулы воды. Смотрите, зонная плавка. Лед может содержать механические примеси, твердые частицы, капельки концентрированных растворов, пузырьки газа. Наличием кристалликов соли и капельки концентрированных растворов объясняется солоноватость морского льда. На Земле. Общие запасы льда на Земле около 30 млн кубических километров. Основные запасы льда на Земле сосредоточены в полярных шапках, главным образом в Антарктиде, где толщина слоя льда достигает 4 км. В океане. Вода в мировом океане соленая, и это препятствует образованию льда, поэтому лед образуется только в полярных и субполярных широтах, где зима долгая и очень холодная. Замерзают некоторые неглубокие моря, расположенные в умеренном поясе. Различают однолетние и многолетние льды. Морской лед может быть неподвижным или связан... А. Морской льд может быть неподвижным, если связан с сушей, или плавучим, то есть дрейфующим. В океане встречаются льды, отколовшиеся от ледников суши и спустившиеся в океан в результате абляции. Айсберги. В космосе. Имеются данные о наличии льда на планетах Солнечной системы, например, на Марсе, и их спутниках, на карликовых планетах и в ядрах комет. Использование льда в технике. Ледяная гидросмесь. В конце 1980-х годов лаборатория Аргон разработала технологию изготовления ледяной гидросмеси, способной свободно течь по трубам различного диаметра, не собираясь в ледяные наросты, не слепаясь и не забивая системы охлаждения. Соленая водяная суспензия состояла из множества очень мелких ледяных кристалликов округлой формы. Благодаря этому сохраняется подвижность воды и одновременно, с точки зрения теплотехники, она представляет собой лед, который в 5-7 раз эффективнее простой холодной воды в системах охлаждения зданий. Кроме того, такие смеси перспективны для медицины. Опыты на животных показали, что микрокристаллы смеси льда прекрасно проходят в довольно мелкие кровеносные сосуды и не повреждают клетки. Ледяная кровь удлиняет время, в течение которого можно спасти пострадавшего. Скажем, при остановке сердца это время удлиняется, по осторожным оценкам, с 10-15 до 30-45 минут. Использование льда в качестве конструкционного материала широко распространено в приполярных регионах для строительства жилищ иглу. Лед входит в состав предложенного пайком материала, пайкерит, из которого предлагалось сделать самый большой в мире авианосец. Использование льда для постройки искусственных островов описывается в фантастическом романе «Ледяной костром». Фазы льда. Аморфный лед. Характеристики. Аморфный лед не обладает кристаллической структурой. Он существует в трех формах. Аморфный лед низкой плотности, образующийся при атмосферном давлении и ниже. Аморфный лед высокой плотности и аморфный лед очень высокой плотности, образующийся при высоких давлениях. Лед низкой плотности получает очень быстрым охлаждением жидкой воды. Сверхохлажденная стекловидная вода. Или конденсации водяного пара на очень холодной подложке. аморфная твердая вода или путем нагрева высокоплотных, высокоплотностных форм льда при нормальном давлении. Лед 1H. Характеристики. Обычный гексагональный кристаллический лед. Практически весь лед на Земле относится ко льду 1H и только очень малое ко льду 1С. Лед 1С. Характеристики. Метастабильный кубический кристаллический лед. Атомы кислорода расположены как в кристаллической решетке алмаза. Его получают при температуре в диапазоне от минус 133 до минус 123 градусов Цельсия. Он остается устойчивым до минус 73 градусов Цельсия. А при дальнейшем нагреве переходит в лед 1H. Он изредка встречается в верхних слоях атмосферы. Лед 2. Тригональный кристаллический лед с высокоупорядоченной структурой. Образуется изо льда 1H при сжатии и температурах от минус 83 до минус 63 градусов Цельсия. При нагреве он преобразуется в лед 3. Лед 3. Тетрагональный кристаллический лед, который возникает при охлаждении воды до минус 23 градусов Цельсия и давлении 300 мегапаскаль. Его плотность больше, чем у воды, но он наименее плотный из всех разновидностей льда в зоне высоких давлений. Лед 4. Метастабильный тригональный лед. Его трудно получить без нуклеирующей затравки. Лед 5. Моноклинный кристаллический лед. Возникает при охлаждении воды до минус 20 градусов Цельсия и давлении 500 мегапаскаль. Обладает самой сложной структурой по сравнению со всеми другими модификациями. Лед 6. Тетрагональный кристаллический лед. Образуется при охлаждении воды до минус 3 градусов Цельсия и давлении 1,1 гигапаскаль. В нем проявляется дебаевская релаксация. Лед 7. Кубическая модификация. Нарушено расположение атомов водорода в веществе. Проявляется дебаевская релаксация. Водородные связи образуют две взаимопроникающие решетки. Лед 8. Более упорядоченный вариант льда 7, где атомов водорода занимает очевидно фиксированное положение. Образуется из льда 7 при его охлаждении ниже 5 градусов Цельсия. Лед 9. Тетрагональная метастабильная модификация. Постепенно образуется из льда 3 при его охлаждении от минус 65 до минус 108 градусов Цельсия. Стабилен при температуре ниже минус 133 градусов Цельсия. И давления между 200 и 400 мегапаскаль. Его плотность 1,16 грана кубических сантиметров. То есть несколько выше, чем у обычного льда. Лед 10. Симметричный лед с упорядоченным расположением протона. Образуется при давлениях около 70 гигапаскаль. Лед 11. Ромбическая низкотемпературная равновесная форма гексагонального льда. Является сигнетоэлектриком. Лед 12. Тетрагональная метастабильная плотная кристаллическая модификация. Наблюдается в фазовом пространстве льда 5 и льда 6. Можно получить нагреванием аморстного льда высокой плотности от минус 196 градусов Цельсия до примерно минус 90 градусов Цельсия. И при давлении 810 мегапаскаль. Лед 13. Моноклинная кристаллическая разновидность. Получается при охлаждении воды ниже минус 143 градусов Цельсия. И давлении 500 мегапаскаль. Разновидность льда 5 с упорядоченным расположением протонов. Лед 14. Ромбическая кристаллическая разновидность. Получается при температуре ниже минус 155 градусов Цельсия. И давлении 1,2 гигапаскаль. Разновидность льда 12 с упорядоченным расположением протонов. Лед 15. Псевдоромбическая кристаллическая разновидность льда 6 с упорядоченным расположением протонов. Можно получить путем медленного охлаждения льда 6 примерно до минус 143 градусов Цельсия. И давлении 0,8 до 1,5 гигапаскаль. Лед 16. Кристаллическая разновидность льда с наименьшей плотностью 0,81 грамм на кубический сантиметр. Среди всех экспериментально полученных форм льда. Имеет строение топологически эквивалентное полостной структуре КЦ-2 газовых гидратов. Лед 17. Кристаллическая разновидность льда с меньшей кристаллографической плотностью 0,85 грамм на кубический сантиметр. Чем у других экспериментально полученных форм льда. Его структура, как и у льда 16, сходна с квадратной структурой газовых гидратов. Получается при температуре 280 Кельвина и давлении примерно 400 мегапаскаль. Его номинальный состав H2O дважды H2 с тремя формульными единицами на элементарную ячейку. Новые исследования формирования водяного льда на ровной поверхности меди при температурах от минус 173 до минус 133 градусов Цельсия показали, что сначала на поверхности возникают цепочки молекул шириной около 1 нанометра, не гексагональной, а пентагональной структуры. Продолжение следует...